Сегодня мы проведем полный тур по нашему дому на колесах. Если вы новенький, привет, меня зовут Петя, это моя супруга из Китая Ирис, мне 26 лет, Ирис 25 лет. Мы путешествуем по Китаю в доме на колесах и спланируем объехать Китай по часовой стрелке в течение двух лет, наверное, посмотрим. У нас есть два кота, Фэй Фэй, что в переводе означает жирный-жирный, и кошечка Мяу Мяу, вот она девочка. У нее нет перевода, просто такое имя, Мяу Мяу. Мы преподаватели английского языка по моим авторским курсам, по моему методу, методу 15 минут. Так мы зарабатываем на жизнь и наслаждаемся ею. Прежде чем мы зайдем внутрь, давайте я вам покажу внешний вид нашего дома на колесах. Вот так вот наш дом на колесах выглядит снаружи. Мы разогреваем воду с помощью дизеля, либо нагреваем машину, то есть тоже с помощью деревьев дизеля. Нам не нужно заводить машину, чтобы сделать печку, чтобы обогреть машину. Вот отсюда выходит газ. Из минусов, если окна открыты, выхлопы могут попасть, короче, в дом. Поэтому нужно быть аккуратным и закрывать все окна. Тут мы заряжаем машину. Сюда мы вставляем зарядку и в розетку можем зарядать, либо специально есть такие станции для заряда машин. Снаружи у нас есть вот таких вот два отсека. Давайте начнем с этого. Здесь у нас газовый баллон и шланги, чтобы набирать воду. Вот два разных шланга. Здесь у нас просто отсек, где мы храним разные-разные вещи. В основном здесь обувь Ирис, потому что у нее много обуви. Целый огромный пакет корма. Тазик, чтобы мыть вещи, чтобы переносить котов. Вот это автономная стиральная машина, но мы ей не пользуемся. Она очень неудобная. Мы стираем вещи в прачечной. Это наши велосипеды. Вот это мой велосипед, вот это велосипед Ирис. Мы крепим их сзади, вот на эту фигню. Вот тот отсек выходит к этому отсеку, и здесь у нас есть газовая плита. Вот тот баллон нужно принести сюда и подключить его здесь вот снизу, вот сюда. И тогда можно что-то здесь готовить. Тут у нас сразу же кастрюли, есть стул. Плюс у нас здесь есть столик. Смотрите, какой столик. Вот здесь вот мы можем какие-то продукты ставить, нарезать и так далее. Здесь прямо сразу и готовить. Из минусов здесь нет воды. То есть мы не можем там руки помыть или помыть овощи. Это нужно внутри все мыть, сюда выносить и только здесь вот уже готовить. Такой вот минус. Я потому что видел, что в других домах на колесах доступ к воде есть снаружи тоже, но у нас нет. Вот такая лестница есть с доступом на крышу, чтобы протирать солнечные панели там, ну и что-то еще. Сейчас я вам ее покажу. Вот у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь солнечных панелей. Они на самом деле не сильно заряжают нашу машину. Я не знаю, возможно, какие-то из них просто не работают. Нужно посмотреть проводку, но около 50% дают в день, в зависимости от силы солнца вот здесь вот. Сейчас видите, минус три чего-то там. Когда, допустим, запускаем чайник, минус 12, минус 10. Когда сильное солнце, может быть плюс 3, плюс 2. Наши коты постоянно выбегают. Посмотрите, какая она грязная. И пачкаются. Это минус, конечно, полный. Но зато наши котики милашки. Дом наш состоит из алюминия. То есть он не сильно быстро нагревается. И если холодно, то он не сильно пропускает тепло. То есть достаточно прикольная вещь. Тут вот мы сломали случайно окно. Мы его вот так вот открыли. Я не заметил, я его ударил. Теперь у нас вот такое окно. Ну, если, конечно, пойдет дождь, будет неприятно. Но, в принципе, там душ, поэтому не важно. Это окно в порядке. Вот так вот оно в принципе должно быть. Тут мы набираем воду для душа сюда, то есть шлангой. У нас еще есть такая штука. Ну, мы ее не пользуемся. Это чтобы открыть вот эту штуку, мы открываем эту. Типа как handrail. Не знаю, как это на русском будет. Почему я плохо разговариваю на русском? Потому что я постоянно коммуницирую на английском. Мне нужно больше, наверное, читать книг на русском, чтобы красиво разговаривать. Welcome to our home. Добро пожаловать к нам домой. Погнали. Так, сразу же начнем с обувью. Как мы боремся с обувью? Потому что грязно же. Вот здесь вот мы разуваемся. Вот у нас есть такой коврик, который впитывает в себя всю грязь. И мы складируем обувь прямо здесь. Или здесь. Также у нас есть дополнительная ступенька, которая вот здесь вот работает. Ерис, покажи. Вот у нас дополнительная ступенька. И когда мы отправляемся в путь, мы нажимаем вверх, и она уходит. Очень удобно. Вот так вот наш домик выглядит внутри. Кровать раз. Кровать два. Зона, где мы за компьютером, либо кушаем. Еще одна кровать. Я сплю здесь. Моя супруга Ирис спит внизу там. Потому что мало места спать вдвоем. Сразу хочу вам показать этот грязный, супер грязный ковер. И сказать, как мы боремся с грязью. Мы каждый месяц заменяем ковер. Уже время как раз пришло заменять. Посмотрите, что-то уронили. Потом опять что-то уронили. Коты там выбегают, потом забегают с грязными лапами и так далее. Поэтому пока что у нас ковер грязный. Прошлый ковер был синим. Я сейчас вот сюда фоточку прикреплю. Вот так вот он выглядел. Мне кажется, темный ковер лучше брать. Потому что меньше заметна вот эта грязь. Я потому что не люблю грязь. Я не люблю пыль и так далее. Я люблю, когда чисто. Меня вот так вот приучили в детстве, что чисто хорошо. Грязно плохо. Поэтому я привык к чистоте. Но сейчас здесь довольно-таки грязно. Опять же, это пол. Вот как мы чистим этот ковер от шерсти. Есть специальный такой инструмент, который собирает шерсть по ковру. Там раз в два-три дня и с этим занимается. Это не мои коты. У нас в Сирис такая договоренность. У меня здесь есть вот такой вот люк. И чтобы комары не залетали и так далее, есть сетка. Вот такая вот. А если сильно ярко, то можно закрыть вот так. И темно. У нас есть электроплита. Тоже так же электроплита. Она не сильно, в принципе, много забирает электричество. Также у нас есть чайничек. Понятное дело, водичка. Окошко здесь на случай готовки. Если мы готовим, чтобы оно все выходило. Также у нас есть на случай готовки вот такая вот вещь. Которая может запускать воздух и может выпускать. Он работает в две стороны. Тут у нас специальный такой вот ящичек, где масло, соль, спирт, перец и так далее. Она прикреплена хорошо к стене. И если что, можно вот так вот ее мыть. Надо бы уже. У нас есть ящички. Здесь у нас обычно кружки. Кофе, мед, то есть все, что я люблю. И риска кофе не пьет, поэтому все, что я люблю здесь. Мои чашки, моя кофемашиночка такая вот гейзерная. Кокосовое масло. Это для кофе я добавляю в кофе кокосовое масло. Мед, который мы взяли у одного мужичка, который прям сам делает мед. Эта фигня перемалывает кофе. Ну, короче, все, все мое. Следующий шкафчик у нас здесь. Тут у нас расположены чаи и разные там приправы, специи для готовки. Вот, допустим, грибы на суп китайские, чаи потом. Но все это, видите, в беспорядке. Лавровый лист. Вот, в общем, все то, что мы добавляем в горячую воду здесь у нас. У нас также есть здесь сверху сигнализация газа. То есть, если газ будет протекать и заходить как-то в машину, то он сработает, чтобы мы это понимали. Вот, потому что здесь электроплита, но газ у нас снаружи, вы же видели. Такая фигня. У нас еще есть два нижних отсека. Здесь у нас кульки для мусора. Макдональдские соусы. Тут соевые соусы. Приборы, ножницы, китайские палочки, ножи. Вот тут вот, короче, ложки и так далее. И миски для котов прямо здесь тоже. Когда мы ездим, чтобы оно не открывалось, то есть... Open. Вот так вот он закрывается, в общем, у нас. И нельзя открыть. Потому что, опять же, когда ведешь дом на колесах, то все-все раскачивается. Нам важно, чтобы вещи были закреплены максимально, чтобы ничего не падало. И вот, смотрите, допустим, вот это пятно. Это как раз что-то упало. Мы просто забыли это поставить, запустили машину. What is it from? I forgot. А, да-да-да, с квашеной капустой, короче, упало у нас на ковер прямо. Печально. Запах такой стоял, пипец. У нас есть следующий отсек. Тут уже больше разных приборов, которые по дому. Крючки там, пульты разные. Салфетки дезинфицирующие. Пластиковая коробочка, кастрюля. Термос. Мини-пылесос. У нас еще есть самый нижний отсек, но, к сожалению, там нету места. Места категорически не хватает на кастрюле там и так далее. У нас здесь батареи. Вот процент батарей, и вот тут у нас батарейки. Так как мы путешествуем по всему-всему Китаю, у нас много разных вещей, как летних, так и зимних. Потому что никогда не знаешь, где мы очутимся. Например, сейчас мы в горах, и здесь по ночам очень-очень холодно. Вон какие горы. Да, у нас есть система отопления, которая прям вот выдувает горячий воздух вот отсюда, оттуда. Короче, по всему периметру здесь вот у нас включается. Но с ним дискомфортно спать. Он делает сухой воздух. Ирис этого не любит. Мне, в принципе, пофигу. Особо не часто ее включаем. Только тогда, когда нужно разогреть машину, прям супер холодно. Потом, в принципе, под отделом даже в минус нам не холодно. Вообще, это изначально была кровать. Но мы из этой кровати сделали склад. Здесь ирис вещи. Самая большая коробка. Здесь общие вещи. Там всякие там фен, сумки, короче, ее в основном. Это мои вещи тут. А дальше у нас тут это крема всякие разные, риски. Я там даже не разбираюсь. Целая коробка. Тут электроприборы все разные там, короче. Я даже не знаю, что, честно говоря. Вибраторы разные, короче. Тут у нас, блин, я даже, честно говоря, не знаю. Это все ирис этим всем занимается, честно. Ирис, что это? Что-то у меня не особо получилось. Я попрошу Ирис представить, что у нас там есть. Она будет говорить на английском, я поставлю суббитой на русский. Потому что я вообще не покупаю что там. Если мне что-то нужно, то я прошу Ирис. Ирис говорит, дай мне то-то-то. Потому что она любит вот эту всю организацию. Итак, здесь есть место, где мы держим наши вещи. Первая коробка для держать моего цвета и петель. И вторая, мы держим просто свои вещи. Как мои башни, башни, львы и львы. И третья коробка для держать моего цвета. Это для его цвета, как ирис. И вот здесь Бетя с баком, чтобы сохранить важные документы и так далее. И вот здесь, здесь самое важное для меня. Это бак для моих кожи и продуктов. И это очень тяжелый. Это бак для сохранения всех моих спортов. И вот здесь есть еще один бак для сохранения наших спортов. И вот здесь есть много бак. Первый бак для сохранения. Второй бак для сохранения не очень часто используются. Это все мои спорта. И третий бак для сохранения электрической машины. Например, сжигающая машина. Эта машина моя. И машина, чтобы грызть волосы. Грызть волосы. Грызть волосы. Это для сохранения всех медицинских. Окей. Да. И эта маленькая зеленая бак – это медицин для холода. Потому что несколько лет назад Бетя чувствовала больно. И эта бак – это все вещи для моих волос. Да. Да. И вот здесь есть кофе-машина. Я люблю это. Потому что я не использую… Обычная риска вот здесь вот сидит и красится. Делает себе реснички и так далее. Ну, короче, занимается всей женской фигней здесь. А вот это моя зона здесь. Я обычно, вот смотрите, в жопу уже отсидел. Вот постоянно здесь сижу, работаю, пью кофеечек, кушаю здесь. Короче, все-все делаю здесь. Тут нам подарили целую коробку фруктов. Там один знаменитый китаец. Если не знаете, что за китаец, смотрите у меня в инстаграме. Потом здесь всякие приколюхи для меня. Мышка, чтобы играть в Warcraft. Там салфетки разные, семечки, чтобы жевать и так далее. Это чисто моя зона здесь, чтобы я далеко не ходил. Под этим салом мы храним питьевую воду. Вот в такую. В бутылках. Складируем их здесь. Это у нас баллон для кислорода. Мы его купили чисто по приколу, потому что мы в горах и он продается. Это местная водичка. Вот она. Вот это вот эта гора. Она очень дешевая. Где-то около, не знаю, 20 центов за вот одну бутылку. Короче, очень дешевая вода. Обычно вода дороже в Китае. Тут у нас еще Wi-Fi. Потому что мы же все-таки блогеры. Поэтому нам нужен нормальный интернет. Ирис обычно здесь не сидит. Иногда, когда мы кушаем. Обычно я всегда здесь сижу. Вот так вот я, короче, сажусь. И ноги сюда ставлю. Это супер удобно. Я могу так сидеть реально, блин, ну сутками. И вот так вот за компом я либо играю в комп. Ну, редко. Обычно работаю. Целыми днями работаю. Там курсы веду английского языка и так далее. Кстати, я прямо здесь и записываю курсы. Я одеваю такое полотно. Вот. И то есть, чтобы задний фон у меня был одинаковым. И записываю видео курсы английского языка. У нас есть горячая вода. У нас есть специально такой вот здесь вот пульт. Мы можем выбрать режим горячей воды. Включить его. И оно нагревается в течение 10-15 минут. Бойлер там, я не знаю, на минут 10 душа точно хватает. То есть, достаточно, чтобы принять полный душ. Вот. Это нагревает машину. Это нагревает воду. Это просто вентилятор. То есть, чтобы воздух свежий поступал. Тут у нас под сиденьем мы храним огромное место. Мы храним теплое одеяло, постельное белье. Там разные пледики и так далее. Вот здесь вот. Снизу здесь нет места. Тут у нас там пульт управления. Короче, если мы хотим выключить полностью телевизор, чтобы он не сосал энергию, мы там его выключаем. Также холодильник. Там вот этот пульт, который мы можем вручную регулировать. Но если не хотим эту фигню открывать, потому что очень неудобно ее открывать вообще на самом деле. У нас здесь вот есть специальный такой вот пункт, который мы можем просто выключать или включать, если нам понадобится. Зачем это делается? Для того, чтобы когда мы идем куда-то гулять, либо когда мы спим, мы выключаем, и тем самым батарея не сжирается. То есть холодильник не работает, если он не включен, там телевизор не сосет энергию, лампы не сосут, короче. Ну, потому что вот, допустим, электроплита, она всегда потихонечку, но забирает энергию. Мы можем выключить ее здесь, и энергия не будет забираться вообще. Выше от этой зоны у нас окно, понятное дело, тоже у этого окна есть такие функции, как вот закрывать его таким образом, либо сетку накидывать. Правда, сетка очень плохо работает, потому что вот там вот есть щель, через которую они могут проходить. Ну, иногда проходит, иногда нет. Если вот так открыть, то тяжелее им пройти. Окно очень хорошо крепится. Два отсека таких, вот смотрите, вот это полное, полное закрытие. Если вот так вот, это наполовину закрыто, то есть здесь еще небольшая щелка, через которую дует ветер. Тут у нас разные приколюхи, такие как там мази, не знаю, какие-то таблетки, потому что здесь сухо у нас вазелинчик. Ну, губы, губы, вы поняли, губы красить. Не то, что вы подумали. Наушники, ну короче, всякая-всякая такая приколюха, которая под рукой должна быть. Выше от этой зоны у нас еще есть три ящичка. То есть тут ирис вещи, все, дофигища опять вещей, как вы поняли. А вот тут вот два ящика моих. Разные вещи, одеколон и так далее. Короче, дофига вещей. И здесь тоже вещи. А, ну и мои бады, которые помогают мне держать силу, мужскую, богатырскую силу. Ну или просто поддерживают меня там, такие как магний, хром и так далее. Вот, ну и тоже вещи. Кстати, выше у нас, у меня здесь вещи, которые я там, допустим, мне же хочется прилечь, и я не буду ложиться с вещами, поэтому я ставлю сюда вещи сюда. раздеваюсь и ложусь. Не как ты, грязная. Посмотрите, какая грязная. Мяу. Блин, а ну давай в душ. А ну давай в душ прямо сейчас. В душ. В душ. Ну просто пипец. Мы не уследили. Обычно мы их всегда моем влажными салфетками. Ну посмотрите на ту лапу. Мяу. Что, она прикольная или что? А ну сваливай сюда давай. Сваливай. Сваливай давай. Газа. А тут я складирую пижаму и свою спальную одежду. Такие как там термобелье, пижама и так далее. Здесь у меня вещи, которые я снаружи ношу, а здесь пижамка. Так, у нас еще здесь два отсека есть. Давайте посмотрим, что здесь. Тут консервы разные. Продукты, которые сухие, либо которые могут храниться долго. Они все здесь. Ну и пакеты. И здесь то же самое, примерно. Правда, я не понимаю, что здесь это делает или... Ладно. Зонтик. Короче, тут я понял все подряд. Это еда для котов. Такие типа закусочки, перекусочки. Это у нас мука, короче. Это сахар. Это стикеры. То есть наклейки, которые помогают согревать. Клеишь, допустим, вот эту фигню на стопу и оно греет. Покажи им. Такая вот наклеечка. Получается какая-то реакция с воздухом и вот эта фигня очень-очень нагревается прям. Если ее прижать, то она прям может обжигать. Поэтому нельзя спать под одеялом с этой штукой. Такие же есть на стопы. Так, забыл вам показать. У нас еще есть кабинеты. Опять же, блин, там вещи все ирисы. И опять же, напоминаю, у меня вот раз бокс. Два, три. Все. А ну еще сверху. Вот это и вот это. Все. А все остальное это ирис. И вот это тоже ирис. И вот это ирис. Посмотри сколько вещей. Просто пипец. Вот здесь вот под кровати тоже ириски. Такие два шкафчика. У нас есть еще телевизор. Мы уже живем полгода в доме на колесах. И мы ни разу его еще не включали. Потому что он просто не нужен. Мы если что-то смотрим, то на компьютере. Аудиосистема, которая по всей машине. Вот. Расположена аудиосистема. Мы ее тоже не включаем. На ноутбуке, если что, слушаем музыку. Плюс у нас есть холодильник, который мы тоже особо не юзаем. Морозилка. Такая. И холодильничек. Мы его пока что отключили, потому что он нам не нужен. Мы, если что, заказываем еду, либо готовим что-то такое, как консервы, макароны и так далее. Холодильник, он просто так не открывается. В поездке он не будет открываться. У него есть специальная такая вот кнопочка. Вот она. И только тогда он откроется. Еда для котов у нас вот в этой огромной миске. Подошва, короче, у нее резиновая. Она не бегает вообще никак, когда мы едем там или что-то еще. Тут у них водичка. Достаточно глубокая такая мисочка. Поэтому, когда мы тоже едем, она не проливается. У Ирис тут стакан прикреплен с какими-то сухими растениями. Она туда кидает разное масло, чтобы приятно пахло в нашей машине. Плюс здесь у нас еще какие-то у нее Ирис купила в интернете декорации разные, там сухие, розы. Я не знаю, что это. Ну, я же понимаете, мне пофигу. Или чтобы было уютненько, она как бы делает уют в доме. Вот еще вот тоже такая тема. То есть приклеена, чтобы она не бегала, не шаталась, когда мы ездим. А еще вот, кстати, у нас место, где мы ложим ключи. Сюда мы ложим ключи и вот такие вот, чтобы очистить ковер, разные вещи. Вот, да. Тут туалет для наших кошечек. И тут сразу же мусорный пакет. То есть мусорный пакет, туалет прямо здесь рядом. Кстати, кошачий туалет у нас очень удобный. То есть, чтобы не рассыпался вот этот песочек, он работает следующим образом. Котик сюда заходит. Они обычно сюда заходят. И выйти уже нельзя. И они выпрыгивают сюда. И весь песочек остается, ну, не весь, но там, не знаю, большая часть песочка остается внутри. Минус огромный, что когда они только сходят в туалет, запах стоит невыносимый. Я ненавижу. У нас мяу-мяу какает по ночам. Это просто... Или с утра, там, в 6 утра. Ну, это пипец. Вставать, убирать за ней. Я обычно этого не делаю, признаюсь вам. Я открываю просто люк и накрываюсь. Одеялом, чтобы не чувствовать этот запах. Потом запах проходит, когда начинает работать песок. Наполнитель, точнее, для лотка. Тут у нас есть вот такая вот панель. Это включить воду. Насос воды. Я, допустим, включил насос воды. И она идет. Слышите по звуку? Следующий у нас это свет снаружи. Следующая кнопка это у нас свет, который включается вот такой вот. Мы ночью его включаем. Он очень приятен для глаз. И последнее, это вот этот свет. Тут у нас показывает, сколько воды у нас в баке для душа осталось. Тут у нас сколько грязной воды у нас есть. Но у нас всегда она низкая, потому что мы всегда ее открыли. То есть, если мы используем воду, она вытекает сразу же снаружи. Мы не перекрывали вот этот бочонок. Вода вытекает отсюда, вот как вы можете увидеть. Но не туалетная вода, то есть не говно Исаки. Вода, которую мы моем посуду, принимаем душ и так далее. А вот это у нас показывает, какое давление у нас электричество. Как Ирис мне сказал. На самом деле, я даже не знаю, что это такое. Я никогда сюда не смотрю на самом-то деле. Нет необходимости. Если вода у нас кончается, то мы определяем это по звуку. То есть, будет такой звук. То есть, меньше воды. Я вот так определяю, что когда мало воды в баке для душа. У нас есть еще камеры по периметру всего дома. То есть, вот здесь их можно увидеть. Мы никогда сюда не смотрим. И самое, наверное, интересное, это душ и туалет. Так, смотрите, там мокро сейчас. Я ей даю наши тапочки. У нас тапочки одни на двоих. И она туда заходит. Вот так вот. Ирис маленькая, ей намного удобнее. Вот здесь у нас туалет. Туда мы и какаем писем. Там же есть отсек. Я вам сейчас покажу, когда он переполняется. Ну, и оно сразу будет видно. Туалет там, ирис там. И вот здесь вот у нас отсек по говешкам, скажем так. Короче, когда оно переполняется, я просто вытаскиваю и сливаю через эту штуку. Все. Нужно сливать, наверное, каждые там 4-5 дней. У нас Ирис договоренность. Я сливаю наше давно, а она сливает кошачье, скажем так. Вот. Обычно сливаю в туалет. Либо есть специальные места для домов на колесах, где есть такая дырка в полу, и ты туда просто сливаешь это все. Так. Ну, у нас тут раковина. Ага. Тут у нас мыльница. Она такая специально открывается, которая. Зубные щетки. Тряпка. Тут наверху у нас там разные принадлежности для ванной. Ну, там, зубная паста, тампоны, я не знаю. Все всякая такая фигня. Шампуни здесь в основном. Вот. И салфетки мы здесь храним тоже. Но сейчас они, видите, кончились. Это Ирис какой-то интерьер дизайн. Она постоянно любит украшать наш дом на колесах. Душ. Душ? Да. Душ. Шампунь. Шампунь. Ага. Дальше вот тут вот душ включается. В принципе, его хватает. Это у нас швабра мини. Да. Швабра. Never use. Это тоже мы храним, чтобы протирать, убирать вот эти вот. Поверхности специальные такие, короче, и раковину и так далее. Вот это прикольная вещь, чтобы не пахло. То есть, когда мы сходили в туалет, потом, когда открываем вот эту крышку. Кстати, я вам не показал. Короче, слабо нервно не смотреть. Вот. Открывается туалет. И он сейчас закрыт. То есть, если вы хотите сходить в туалет, нужно открыть его вот здесь вот. А, ничего не видно, нормально. И закрыть. И чтобы не было запаха, мы используем вот эту специальную такую штуку. Вот. Которая кидается туда. Она... Ну, я не буду ее открывать. Она супер едкая. Вот, в общем, такая фигня открывается, кидается туда. И она выедает весь запах. Все-все-все. И растворяет сами говешки, короче, в жидкость, чтобы можно было легко сливать. Дальше у нас есть... Блин, не помню, какая штука на русском. Плангер. Плангер, короче, учить английский. Это у нас кастрюля почему-то здесь. Ирис, почему здесь кастрюля? Говорит, ты ее не выкинул. Окей. Это тоже фигня заливается в туле, чтобы не было запаха. У нас две разные. Это салфетки специальные для кухни, которые уже идут с мылом. Так, тут тоже отсек. У нас разные порошки, короче, для стирки. Напор хороший, слава богу. Так как я высокий, довольно-таки высокий, метр девяносто три. А у Ирис рост метр пятьдесят семь. Я помещаюсь здесь. То есть достаточно хорошо помещаю здесь. Только вот кондиционер иногда могу зацепить. Но здесь такая вот ступенька, и мне приходится, короче, ограбатиться. Но что хорошо в душе, нет этой ступеньки. Я помещаюсь тоже в полный рост, что очень круто, что мне очень нравится. И мне очень нравится, что напор воды очень сильный. Помню давно арендовывали другой дом на колесах, где напор воды был ужасный, слабый. И вот это, принимаешь душ три часа, это неудобно. Я доволен ванной, здесь реально... Я буквально сегодня мою голову, принимал душ, очень удобно. Вот так вот чикс себе принимаешь. Если нужно, можно сесть, принимать. Но я не люблю сидя. Свет сенсорный. Проводишь рукой, и он отключается. Проводишь рукой, он включается. Очень удобно. Еще у нас есть здесь вентилятор. На случай, если кто-то пернет. И со светом. Да. То есть можно просто свет, а можно свет и вентилятор. Меня как-то спрашивали в комментариях, не заползают ли какие-то там насекомые, крыски, мышки и так далее. Нет, только мухи. Мухи иногда залетают, это прям бесит меня. Я объявляю сразу охоту и убиваю их всех. Передняя часть. Ну, то есть здесь я за рулем еду. Очень удобно, в принципе. Машина у меня не автомат, а с коробкой передач. Короче, ничего необычного. Единственное, что у нас есть хранилище здесь. Опять же, корма для котов. Мы сюда их ставим. Вот. Кот часто туда залезает. Мы его, видимо, замучили. Он сейчас там. А ну, давай вылазь. Давай вылазь. Мы его, видимо, замучили. Песочек для лотка. И здесь противосолнце. То есть мы ставим на лобовое стекло, если сильное солнце. Тут у нас такие специальные чехлы, потому что коты, видите, отрабатывают неплохо. Вот. Поэтому чехлы тоже меняем. Но еще не меняли, будем менять. У нас, опять же, здесь тоже есть чехлы от котов, чтобы они не царапали. В принципе, ничего особенного. Здесь обычная машина. Стерео у нас обычно. Через Bluetooth можно музыку слушать. Все как обычно. У меня на YouTube есть ролик 5 минусов жизни в доме на колесах. Но один минус я не упомянул. Это то, что реально тесно. Нам обоим, в принципе, пока еще терпимо. Но иногда надоедает. Допустим, Iris go there. То есть Iris стоит здесь. И чтобы мне пройти просто в туалет, нужно ее просить там отодвинься, уйди там и так далее. Очень это неудобно. То есть, ну, в принципе, тесно. Но из плюсов, вы сами видите мои влоги, очень необычная, разнообразная цветная жизнь. Поэтому это реально огромные плюсы в жизни в доме на колесах. Картинка всегда меняется. Просто посмотрите на эти горы снаружи. Это просто великолепие. Так, ну я вроде показал все. Я даже не знаю, что еще показывать. Напишите в комментариях, что бы вам еще хотелось узнать. Кстати, у меня на канале колокольчиков 1%. То есть, 1% всей аудитории поставили колокольчик. А YouTube говорит, что минимум у ютуберов 5%. Это я, что, какой-то неудачник. Обязательно поставьте колокольчик, ребята. Что это за фигня? Поставьте колокольчик на мое видео, пожалуйста. Лайк и комментарий. Я буду снимать для вас больше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Игорь Негода Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok